Как совмещать школу и общественную деятельность? Что дает участие во всероссийских конкурсах? С чего начинать, чтобы стать лидером 21 века? Об этом не только в новом выпуске нашей программы рассказала Ульяна Скородумова. Ульяна, давай начнем с главного. Когда они все вместе сдавали какой-то проект и по мере того, как они выполняют его, их там отбирали. И потом уже кто прошел, были тоже визитки, экспортные задания. Поэтому я как бы имела представление о том, как он проходит, что там нужно делать. В 2020 году я тоже присутствовала на городском этапе. Он происходил у нас тоже очно. Это было осенью до пандемии. Или это был тоже 19-й, я уже не помню. Ну, тоже я видела. У нас только старшеклассники. То есть номинация 14-15 лет, там вообще никого не было. Только 16-18. Тоже девочки там представляли. Но они тоже не очень хорошо как бы отнеслись к конкурсу. Кто-то забыл выполнить какие-то задания. Кто-то там пришел очень с эмоциональным настроем, поэтому часто плакал. Вот. И поэтому в городе, в принципе, об этом конкурсе как-то мало информации, мало участников. Хотя я думаю, что лидеров у нас достаточно, потому что и общественных организаций тоже много. Ну, как бы 2021 год. Я областного актива. Я понимаю, что мне пора в этом принять участие. И городской этап для меня прошел достаточно легко. Ну, задание нужно было сделать. Это презентация. Там еще были экспортные задания. Там нужно было за час делать чек-лист. То есть это, ну, работа, получается, с дизайн-сервисом «Конвой». Я там была. У меня там опыт был. Мне все удалось. Это легко. Мне все понравилось. И, получается, нас было трое в нашей номинации. Я заняла первое место. Ну, это было несложно. И благополучно прошла на следующий этап. Региональный. Он тоже был дистанционно. Потому что вот городской этап проходил в декабре, когда всех девятых классов посадили уже учиться дома. Я тогда еще ковидом болела. Поэтому городской этап точно у нас проходил так. Региональный этап стоял тоже из нескольких частей. Первый. Я загрузила все документы и все, что нужно на сайт. И там дальше произошел какой-то отбор. Возможно, кого-то отсеяли. У нас из города было двое представителей. Мы обе остались в следующей части. И дальше было уже пять дней работы в Zoom. У нас была команда. Состояла она из пяти человек. Мы не просто разрабатывали проект, посвященный 800-летию Нижнему Новгороду. Мы еще использовали различные сервисы, какие-то доски, платформы. Мы учились с них работать, там что-то создавать, как-то играть с дизайном. Мы сдавали отчеты, за нами сидели эксперты. И вот по итогу вот этих пяти дней работы в Zoom, из моей команды, еще из другой, нас прошло три человека. И вот на последнем уже очном, наконец-то, этапе мы представляли свои визитки, выполняли экспортные задания. И между нами тремя распорядили первое, второе, третье место. Самое интересное, что я не знала о том, что мы, когда уже нас трое прошли на последний этот этап, что мы уже будем участвовать в всероссийском. Я думала, что сейчас определяют первое место, победители, он и поедет. Когда нас не награждали, я услышала свое второе место. Думаю, ну ничего страшного, меньше у меня проблем в жизни будет. Не прошла, не прошла. А тут оказывается, что я прошла, об этом могла догадаться еще задолго до последней части этого этапа. Ну, то есть, получается, там нужно было не только себя показать, что вот я, какой крутой лидер, но и уметь, ну и показать умение работать. Да, мы были, навыки еще смотрели, потому что все-таки сейчас, ну, как я считаю, как, я думаю, видят лидеры в этом конкурсе, это человек с большим количеством навыков, умений. Безусловно, каким-то лидерскими качествами обладать должен, но все они проявляются именно в сравнении опыта, что когда у какого-то человека его больше, он добавляет свои идеи, мнения, комментарии, к нему прислушивается, вот здесь уже определяется лидер. И я думаю, благодаря тому, что у меня были какие-то навыки, опыт, креативное мышление, то мне, как бы, в команде ко мне прислушивались на всех этапах, и я смогла выйти на всероссийский этап. Ну, ты видел других участников, ну, вот почему ты считаешь, что у тебя второе место? Почему? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что у нас жюри оценивали не так, как нужно. Нет, у них тоже свой опыт, нам представляли жюри, что они тоже были участниками конкурсов, но у каждого человека свое видение, этот конкурс, да, со мной, например, была руководительница из города и девочка еще одна, они вот думали, что у тебя будет первое место, вот мы ждали, у тебя второе, ну, как бы, ничего страшного, потому что я не видела критерий оценки этого этапа, я не знала, что там оценивают. Я вела себя на сцене так, как я хотела, возможно, это было правильно, возможно, это было неправильно, но как получилось, так получилось, вот, и, в принципе, уже главное такое достижение, то, что мы троем вышли на следующий этап, что уже означает, что мы являемся полуфиналистами всероссийского конкурса, призерами регионального этапа или же полуфиналистами. Это главное, уж какое у нас там место, у кого первый, у кого второй, третий, это уже не так важно. Ну, а что ты по итогу получила, вот помимо того, что отправишься на вот всероссийский финал? Ну, безусловно, это мое первое участие в данном конкурсе. Ну, с такими заданиями, как сделать презентацию, подготовить творческую визитку, я уже не первый раз сталкиваюсь, да, а вот с какими-то экспортными заданиями по типу встречи в лифте, что у нас там еще было, пять своих компетенций на будущее представить в творческом виде, это я все-таки делала первый раз, это уже какой-то опыт, опыт выступления на сцене, на самом конкурсе присутствовали региональные кураторы, руководители, с которыми работают Ольга Дистанционно, теперь мы уже познакомились вживую, они увидели, как я себя веду, теперь они имеют какое-то представление, это тоже очень важно, я считаю. И, возможно, городской этап тоже был значимым, потому что на нем присутствовали жюри, люди, которые обо мне слышали, которые обо мне знали, теперь они точно познакомились с Ульяной Скородумой, и больше узнали о моей деятельности, потому что я об этом много рассказывала, вот, это тоже было важно. Ну вот расскажи о своей общественной деятельности, как вообще все началось, как ты к этому пришла? Вообще, я активист явно не с пеленок, это произошло довольно-таки поздно, то есть ребята обычно становились активисты, в конце учебного года вступают в пионерскую организацию, начинается следующий учебный год, и вот начинается это уже построение карьеры там. Ну, то есть третий-четвертый класс, по сути. Да, начинается активист, инструктор, сейчас это все уже как-то посложнее, но как бы обо мне, о том, что было у меня. Вот меня приняли в пионеры, была я пионерка, была, но все-таки активистов было больше вокруг меня, то есть это из других классов, из моей параллели, из класса, возможно, тоже больше кого-то звали участвовать. И я тогда еще не была такой уверенной в себе, да, я была идейной, я была творческой, но все-таки это все было еще где-то внутри и не раскрыто, и до шестого класса я вот так сидела, как бы мне очень нравилось участвовать в концертах в школе, это прям было для меня вау. Школа пионерских профессий, каждый год она проводится, и я посещала разные там станции, и оформитель, и журналист, и проектировщик, все мне там нравилось, я туда ходила, были у меня какие-то вот такие пионерские дела, на которых не нужно проходить какого-то отбора, просто говоришь, там я иду, все, меня точно берем. И в шестом классе я пошла, в пятом, наверное, классе я пошла на школу пионерских профессий, увидела станцию журналист, мне понравился, я думаю, о, мне туда. И в начале следующего учебного года я нашла объединение журналистики «Серебряная перышко», я туда пришла, и мы начали снимать, писать, говорить. Спасибо Татьяне Борисовне, потому что снималась, я говорила много, и даже несмотря на то, что, возможно, как бы стеснительно, только первый раз с этим всем, но уже как бы надо, мы идем, мы это делаем, у тебя как бы нет выбора, прямо сейчас ты будешь говорить уже, камера записывает. И весь этот учебный год мы активно снимали, работали, делали. По итогу я была награждена путевкой в Всероссийский детский центр «Орленок», и этим же летом я прошла конкурс в слайдболе «Лазурный». Я сама его нашла, сама его прошла, то есть это была чисто моя инициатива туда поехать. Отбор был по направлению журналистика, я уже точно не помню, что мы делали. Творческое задание было какое-то? Да, конечно, потому что там, наверное, что-то снять, что-то написать. Все, вот я прошла, я думаю, но об этом уже много кто в школе узнал, и из городских как бы руководителей. И начинается следующий учебный год, я приезжаю с опытом смены в «Орленке», с опытом смены в «Лазурном». В «Лазурном» мы делали всю смену газету, мы снимали, к нам приезжали гости. В «Орленке» это была смена школы Росатома, школа Росатома всегда предоставляет насыщенные программы. Там я тоже много знаний получила, и все, вот с 7 класса я уже начинаю потихонечку вести группу пионерской организации, как-то вливаться в дела, что-то проводить. И вроде бы, наконец-то, на школе пионерской профессии я была не как участник, я была как, получается, учитель. Мы проводили эту станцию по аналистике, и в 8 классе я уже перехожу в молодежное движение, это молодежное объединение «Эверик» в моей школе. Сразу же я начинаю посещать собрание в городском совете старшеклассников «Статус». И одновременно я и тоже ввела группы какие-то. И вот весь 8 класс я, опять же-таки, нарабатывала опыт. Я была и в «Орленке», и в «Лазурном», участвовала в каких-то конкурсах. И в этот год у меня уходят мои пионер-вожатые школы. Хотя мы с ней очень хорошо сработались, сейчас мы до сих пор и общаемся, встречаемся. Но вот я думаю, она помогла меня тоже толкнуть дальше. И 9 класс, которым я сейчас буквально очень закончила, я уже становлюсь лидером областного актива, заместителем президента, активистом. В конце 8 класса я получаю инструктора, это самое высокое звание в союз детских организаций «Сияющие звезды». У меня получается очень много задач различных, каких-то обязанностей в организациях, нужно проводить дела, есть планы, нужно придумывать. И вот в течение всего 9 класса я это хорошо делала. Я успела съездить в детский центр, во всероссийский детский центр «Смена», «Орленок», «Вартек» на несколько дней в рамках финала «Большой перемены». Ты еще в «Большой перемене» поучаствовала? Да, это, получается, был первый ее сезон. Самое интересное, что конкурсы «Часа» в карантине, а в карантине у меня было очень такое настроение быть активистом, поэтому я везде участвовала, всяких марафонов, и пускай что-нибудь были дистанционно, мы с подругами захотели, мы прошли даже на какие-то смены, их все равно потом отменили, но мы на них прошли, мы этим загорелись, была большая перемена, и вообще она не была популярна среди детей, то есть всех как бы принуждали там регистрироваться, но никто дальше регистрации не проходил. Там был, например, этап «Представь себя», нужно было снять видеоролик, несколько там написать эсэ вроде бы, очень многие на этом этапе просто слились, и мы это делать не будем, зачем? Я все это сделала, мне это понравилось, почему бы и нет, я это делала уже в июне, карантин закончился, вышли на улицу, все красиво сняли, мне это помогли, сделали друзья-операторы, прохожу на следующий этап, а там уже было решение кейсов, это было немного посложнее, потому что я выбрала вызов «Расскажи о главном», это полностью журналистика, но в дальнейших этапах это не была журналистика, это было прям смешением всего на свете, и мне нужно было создать свой умный календарь, оказывается, такие существуют, я не знала о том, что они есть. Цель умного календаря – это за год прокачать какие-то навыки, развить себя в какой-то сфере деятельности, вот, и я выбрала вроде бы журналистику, типа каждый месяц это какой-то навык, вот мы будем развивать, там календарь, какие-то задания, мне нужно было сделать полностью его дизайн, концепцию, и там также нужно было сдавать какие-то промежуточные отчеты, и я была очень рада, когда узнала, что этот этап я прошла, то есть там спустя месяц, наверное, пришли результаты, и там, наконец-то, очный этап. Это региональный, проходил он в Нижнем Новгороде, и только вот, наверное, после завершения этого сезона, я поняла, что какая молодец, я думала, что вот я финалистка, мне не хватило 7 баллов, чтобы победить, это как бы нехорошо, я не знаю, нужно этому гордиться, нет, но в региональном этапе, вот, допустим, у нас была команда из 10 человек, нас оттуда прошло только двое, и получается по цифрам, что была довольно-таки большая конкуренция. Наш этот этап был посвящен патриотической теме, мы разорвали проект, причем мы работали с вооруженными силами Российской Федерации, по-моему, как правильно называлось, в общем, суть в том, что мы работали с тем, на которой никто не знал. У нас было оружие, у нас было звание, мы сидели просто с такими большими глазами. А интернет-то был у вас? Интернет был, но все равно давалось малое количество времени, это нелегко было найти, не на первом попавшество сайте, вот, там был индивидуальный зачет, и групповой, как-то мы смогли это сделать, но все-таки целый день мы над этим работали, по итогу сдали очень интересный проект, очень современный, и спустя тот же месяц приходят, как бы, результаты этого этапа, я прихожу, прохожу на финал. Финал у нас был вообще невероятным, потому что неважно, выиграл ты, не выиграл, мы съездили в Артек, в Артеке у нас были встречи, у нас были какие-то концерты звезд, мы выезжали в другой отель, там отдыхали, у нас были какие-то активности, мы получали там разные подарки, я помню, у нас даже была встреча с Лихачевым, нам подарили очень красивые стикеры от Школы Росатома, в городе нам такие не дают, а в этом дали, до сих пор я их запомнила, они очень прикольные, там были разные площадки, то есть прям был день, когда мы ходили по разным площадкам, там была Юнармия, РДШ, другие какие-то фестивали, Роскосмос, мы туда ходили, узнавали, тоже получали какие-то призы, вот были очень насыщенные 5 дней, из которых только 2 дня, но как бы это было много, но все равно, мы работали над самими кейсами, то есть у нас было какое-то задание, мы придумали, работали, получали информацию, встречались, причем это было, несмотря на то, что команда была, это смешение вызов, то есть там были и расскажи о главном, и твори, и патриотический вызов, мы сделали одно, это проект, посвященный волонтерству, нам нужно было разработать, то есть какую-то активность, насколько я помню, мы придумали Всероссийский волонтерский центр, там с разными всякими площадками, активностями, деятельностью для волонтеров, вот, ну я как бы не выиграла, но ничего страшного, потому что я потеряла какое-то количество баллов на предыдущих этапах, этапах, то есть, например, был этап на эрудиции, он проводился дистанционно, я как-то нуга делала, я думала, это не так важно, это было еще в самом начале конкурса, я заработала там довольно-таки мало баллов из максимального количества, если могла больше взять, могла больше, допустим, получить на региональном этапе, но там также зависело все не от меня, а от команды, был как бы индивидуальный зачет и групповой, в групповом зачете, вот в обеих этапах у меня было, честно, немного баллов, я не меню в этом свою команду, просто так получилось, но все равно это был большой опыт участия в конкурсе, и как бы в дальнейшем я могла себе представлять как финалист большой перемены, как бы ну очень значимое такое достижение, и сейчас я, кстати, нахожусь в региональной команде, я, да, собираюсь принимать участие во втором сезоне, но там получается проведение каких-то этапов попадает на мои смены, на мои конкурсы, возможно, мне придется отказаться от дальнейшего участия, но все-таки в первых этапах я поучаствую в втором сезоне. Как у тебя удается совмещать? Ты же третий лицей, девятый класс закончила, вот эти все конкурсы, обучение в ДДТ, вся вот эта вот общественная деятельность. Ну, все эти задачи, они появляются потихонечку, то есть не сразу, но мне все это навалило. Мне кажется, у тебя в сутки не 24 часа, а 48. Ну, кстати, я обычный человек, я успеваю гулять с друзьями, общаться с родителями, куда-то ездить. Вот, и, кстати, чем у активиста больше задач, тем даже не свободнее жизнь, насыщеннее, то есть успеваешь ей наслаждаться. И все эти задачи появлялись у меня потихонечку. Я как-то совмещала их, не говорю о том, что у меня прям есть топ моих правил, как все это устроить, что я проводила и занятия по тайм-менеджменту в рамках разных проектов, и сама слушала, но все равно как-то все это приходит потихонечку, по-своему. У меня нет определенных советов, видимо, это все действительно как-то само сложилось, как пазл. И, возможно, очень главное это расставление приоритетов. И мой девиз, что если не я, то кто? Мне, например, очень тяжело отказать людям в какой-то просьбе. И иногда действительно это просто не вознаграждается. Помогла я, помогла, мне от этого хорошо. А иногда вот это был тот самый важный момент, когда другие отказались, а ты смог, тебя здесь заметили, и тебе это в дальнейшем помогло. А какое свое достижение ты считаешь на данный момент самым значимым? Ну, у меня, я прям вижу свое прошлое, у меня прям вот есть год, есть месяц, там, что я успела сделать, какая у меня грамотка. Я вижу весь этот свой прошлый путь, и я не могу увидеть, что это самое главное, потому что сейчас мне вот прям кажется, что я самая большая молодец именно сейчас, что я делаю то, вот у меня то-то-то. Через пару месяцев мне будет казаться, что я молодец именно сегодня, не вчера, не позавчера, а именно сейчас. И поэтому какого-то главного достижения у меня нет. Я просто понимаю, что с каждым днем я могу умея все больше и больше, у меня каждый день как какое-то достижение. Ну вот, хорошо, далеко не все дети такие инициативные, я бы сказала, далеко-далеко не все дети. Ну, почему у тебя все так получается? Это что, твои родители, воспитание, ДДТ, которое тебе много дало, школа? Ну, вот я в своей жизни, я люблю наблюдать за людьми и вижу, что есть очень многие люди, которые тоже творческие, которые тоже могут. Им просто нужно где-то поучиться, где-то поучаствовать, где-то раскрыться, и они могут найти себе этот путь, попробовать вот эту жизнь активиста, потому что активист – это не просто человек, который выполняет какие-то задачи, ему за это не платят, нет. Это все-таки отдельная какая-то жизнь, и именно в общественной деятельности у человека воспитываются soft skills, это очень важные навыки, между прочим. И многие люди думают о том, что зачем мне это, там, не знаю, буду олимпиадником, и все, на этом моя успешная карьера построена. Но я считаю, что человек должен развиваться во всех сферах, и в каждом будет получать что-то важное, и нужно просто попробовать себя в общественной деятельности. То есть не обязательно становиться гиперактивистом, просто пару раз провести мероприятие, выступить на сцене – это уже даст какой-то опыт ребенку. Но все этого либо боятся до какого-то возраста, а потом они это просто отвергают, потому что нет, зачем мне это делать, опять же, за это же не платят быть волонтером, зачем, смысл, другие уже есть, всех пока хватает, нет какого-то острого дефицита. Люди просто не пробуют, возможно, это из-за какой-то своей лени, или же из-за своей направленности, что человек полностью посвящен спорту, у него действительно нет на это времени. Вот, но я советую как бы попробовать каждому это, но это уже дело лично людей, не хотят и не хотят. Ну и как бы не сдаваться, да, ты же говоришь, вот, в той же большой перемене. Так и есть какая-то инициатива же, есть какой-то огонек, искорка в каждом человеке, ему просто нужно помочь это сделать. Мне, допустим, помогли вот мои родители, руководители, возможно, какие-то друзья, активисты, другим людям тоже можно помочь, и причем все готовы им помочь, абсолютно все готовы взять общественную организацию, потому что детей у нас мало. У нас очень мало человек в образовом совете старшеклассников, статус, как бы обидно, мы готовы видеть старшеклассников, не обязательно быть гиперумным, активным, вообще не обязательно, просто уже хоть какой-то человек, каждый человек, он же особенный, это же какая-то личность, и найдется свое место вот в нашей команде. Просто, видимо, люди где-то боятся, прячутся, живут какими-то своими стереотипами. Ну, а ты уже помогла кому-то раскрыться, вот ты говоришь, у тебя статус инструктор, да, то есть ты, по сути, общаешься вот с младшим поколением. Ну, получается, два года подряд я проводила, если из официального, то проводила школу пионерских профессий, есть областной у нас проект «Дети-дети» в рамках проекта я тоже проводила, успела провести одно занятие в Зуме, помимо этого я проводила еще уроки в рамках «Азбуки добрых дел», то есть это какие-то, вот еще сделаем вместе проект был, где я четвертому, пятому, шестому классу рассказала о правильном питании, там, о режиме дня. Ну, это все в твоей школе или в ДДТ? Это все, наверное, в общем, и в городе, и в школе, и в области. В Доме пионеров мы работаем все вместе, то есть даже сейчас у нас есть, допустим, галактика, детская палата, это все-таки пионерская организация, есть статус. Но у нас есть какие-то общие городские дела, которые мы делаем вместе, мы помогаем друг другу, допустим, у нас было 30-летие СДО, и нужно было что-то сделать, какую-то активность. И у меня была вот идея, давайте я с вами составлю контент-план, у нас в группе в течение недели будут выходить какие-то посты, вот мне нужна от вас помощь. Ребята писали статьи, я там говорила, поправь то, поправь это, здесь лучше так. Искали, допустим, мне что-то, помогали, вот, как бы я их учу, и они мне помогают. Вот это тоже очень важно. И, безусловно, я рассказываю своим друзьям общественной деятельности. Я, допустим, в лагере была, дети туда попали как активистами, туда попали как, ну, дети во всероссийский детский центр, я очень странно как бы попадаю. То есть, казалось бы, смена такая-то, а там встречаются совершенно разных направлений, просто дают как награду. Допустим, смартсмены, вот они спрашивают про волонтеров, я им рассказываю, как туда попасть, какие проекты, что вот это направление еще самое актуальное, это такое. То есть, имея какой-то свой авторитет, свою харизму, я людям об этом рассказываю, это тоже очень важно. Друзьям тоже стараю рассказывать об общественной деятельности, что вот я сегодня была там, сегодня я сделала то. Но это как бы не всегда интересно, и навязывать это тоже нехорошо. Вот, но все равно как бы стараюсь это продвигать среди людей, среди молодежи. Ну, а что бы ты посоветовала и родителям, и школьникам, вот, допустим, есть ребенок, да, у которого внутри есть желание там что-то сделать, и вот на ту же большую перемену попасть в Вартек. Ну, вот он сидит и не знает, что, куда, как пойти. Ну, чем больше опыта у человека, тем лучше. А опыт это что? Это ошибки и победы, и призерство, и не хватило одного балла. И пробовать себя можно. Сейчас в России очень много конкурсов, проектов, фестивалей, в которых участие бесплатно, регистрация бесплатно, все как бы делать, и вам просто нужно что-то сдать. Вы даже можете получить обратную связь от экспертов, которые вот четко разберут вашу работу. И, допустим, недавно я видела комментарии в группе российского движения школьников о том, что вот у нас был фестиваль большой школьный пикник, и пишет мама ребенка, что он очень хотел туда попасть. Но вот не получилось. Как вы туда попадаете? Вы всероссийские активисты, что вы делаете? Кто-то пишет о том, что это опыт. То есть мы много делали, и это наши награды. И получается, что вот есть ребенок в пятом классе, он может заниматься спортом, может заниматься общественной деятельностью, но как бы конкурсы разные, в большой применении у нас есть даже, не знаю, ребята, которые занимаются туризмом. То есть в глобальных всероссийских проектах найдется уже место для каждого. Это просто цель таких конкурсов, чтобы найти каждому ребенку свое предназначение. И поэтому пусть он занимается чем нужно, а вот развивать какие-то определенные навыки можно, я думаю, в любом направлении. Пусть участвует, пробует, приезжает. Просто нужно что-то делать, не лениться, и вот в свободное время чем-то занимать. Ну и желательно это делать еще с младшей школы, то есть уже привыкать к такому ритме жить. Ну, надо просто дать ребенку, возможно, найти себя, потому что если с младших классов уже делать из него, допустим, супер-эвикалиста, там, певца всей Руси, а потом окажется, что, блин, мам, вот я сейчас в девятом или восьмом классе, я всю жизнь мечтала заняться танцами, а я здесь занимаюсь, не знаю, народным пением, и я не успела это попробовать. Ребенку за это обидно. Нет. Пусть, допустим, класса до пятого, шестого он пробует себя. Ну, пусть, там, не знаю, месяц там, месяц тут. Все-таки это уже какой-то опыт, нужно просто найти себя и потом прокачивать себя в одной деятельности, как бы развиваться в других, но и стремиться к чему-то, вот, видеть свою какую-то карьеру в одной деятельности, в одном занятии. Какие у тебя планы на будущее? Вообще, я не знаю ни про то, куда я буду поступать после одиннадцатого класса, про то, куда я на какие смены, в какие лагеря поеду, в десятом классе, даже что я сейчас буду точно делать с летом. Мне предлагают, я соглашаюсь, и уже конкурс на отбор, я участвую. То есть, это все происходит не за долгое время, там, за несколько недель, за несколько месяцев. Иногда это очень спонтанно, это по моему внутреннему желанию. Захочется мне сейчас поехать? Не захочется. Захочу я начать, там, заниматься таким-то проектом, таким-то направлением. Начну. То есть, у меня нет какого-то определенного плана будущего, что вот так, сегодня делаю то, завтра делаю то, потом туда. Безусловно, у меня есть какие-то цели, чем я бы хотела заняться. Задачи, опять-таки, обязанности. Но, прям, если говорить про глобальное будущее, то я не знаю. Проблему нужно решать по мере их поступления. Пока у меня не будет, там, какой-то вопрос о том, что, куда мне идти дальше, что мне делать здесь, я и не буду об этом думать. Само все решится уже. На этом ноте мы заканчиваем. С нами была Ульяна Скородумова, активистка, общественный деятель, призер конкурса, лидер 21 века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова